Божественное Писание говорит Чтобы оба рода ни были несчастья, все легко переносит, имея в виду только одно – исполнить свое желание. Послушаем, это мы, беспечные, нерадивые, оказывающие великую неблагодарность пред Господом. Если этот праведник по любви к девице решился работать семь лет, переносит все трудности пастушеской жизни и не чувствовал ни трудов, ни продолжительности времени, а все оказывалось для него легким и удобным, Если он, питаясь надеждой получить желаемое, считал такое долгое время, как бы немногими днями, то какое оправдание будем иметь мы, не оказывая и подобной любви к нашему Господу, благодетелю, промыслителю, который все для нас? Где представляется житейская выгода, там мы охотно решаемся терпеть все. Будет ли то тяжкий труд или другое какое-либо затруднение? Будет ли угрожать нам стыд или наказание, временное и даже вечное? А для своего спасения, для того, чтобы приобреть в себе благоволение свыше, мы слабы, нерадивы, расслаблены. Какое будет нам снисхождение, какое для нас оправдание такой совершенной беспечности, когда не хотим показать Богу и такой любви, какую праведник имел девицы? И при том, когда видим столь великие благодеяния нам оказанные и еще каждодневно неспосылаемые, мы так неблагодарны. Но не так был Павел. Он так пламенел духом, так горел любовью к Богу, что, выражаясь достойными своей души словами, сказал, «Кто отлучит нас от любви Божией?» Римлянам 8.35 Смотри, какая выразительность в этом изречении, какая сила господствующего чувства души, какая пламенная любовь, кто нас разлучит? То есть, может ли быть что-нибудь такое, что лишило бы нас любви к Богу, видимое ли что-ли-нибудь или невидимое? Желая подробности исчислить нам все случаи и показать всю неодолимую силу в любви своей Господу, Он присовокупляет еще следующие слова. Скорбь или теснота, или голод, или гонение, или нагота, или опасность, или меч по душам, Пламенеющая восторгом которой есть Мать Смирена Мудря. Какие напасти, говорит, могут удалить нас от любви к Богу? Скорби ли каждодневные никак? Тяжелые обстоятельства нет, гонения нисколько. Что же, голод нет, опасности. Но что я говорю о голоде, о наготе, об опасностях? Не меч ли? Ну и смерть, говорит он, если бы мне угрожало, не сможет этого сделать. Все будет безуспешно, все бессильно. Никто другой не удостоился столь возлюбить Господа, как эта блаженная душа. Он говорит все так, как бы уже отрешился от тела, воспарил, так сказать, к небу, и уже не думает, что еще ходит по земле. Стремление к Богу и пламенная любовь к Нему переселили его ум от чувственного к духовному, от настоящего к будущему, от видимого к незримому. Такова-то вера и любовь к Богу. И чтобы видеть на самом деле его благомыслие, посмотри, как он столько возлюбив Господа и пламенея стремлений к Нему в изгнании, гонениях, бичеваниях, перенося тысячи всяких ужасов, говорил о себе о себе. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорок ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день был в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях пустыни, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и в узнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. И терпя все это, он еще радовался и веселился. Он знал и вполне убежден был, что временные труды ведут его к величайшим воздаяниям, что бедствия приготовляют для него венцы. Если Яков по любви к Рахеле считал семь лет за несколько дней, то еще более все почитал за нечто блаженный Павел, однажды навсегда воспламенившись любою к Богу и претерпевая все за Христа, которого возлюбил, постараемся уже, моляю, и мы возлюбить Христа. Ничего другого Христос по Его же изречению не требует от тебя, как любви к Нему от всего сердца и исполнения Его заповедей. Кто любил Его так, как должно любить, тот, конечно, старается уже и заповеди Его соблюдать, потому что если кто искренне расположен к тому, то старается все делать, чем может привлечь к себе любовь к возлюбленному. Таким образом, и мы, если истинно возлюбим Господа, будем и заповеди Его исполнять, и не станем делать ничего такого, что может раздражать возлюбленного. Удостоится любви Его искренно и как должно. Это Царство Небесное, это вкушение блаженства. В этом благо неисчислимые. А наша любовь к Нему будет искрена тогда, когда по любви к Нему мы будем оказывать любовь и своим ближним. На сих сказал он, в двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея 22.40 То есть в том, чтобы возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всею крепостью своей, всею мыслью своей и своего ближнего, как самого себя. Это главное из всех добродетелей. Это основание всех заповедей Божиих. С любовью к Богу сама собой соединяется любовь к ближнему. Потому что кто любит Бога, тот не будет презирать брата своего, не будет предпочитать богатство своему сочлену, но будет делать ему всякое добро, вспоминая о том, кто сказал, сотворивший одному из братьев моих меньшей мне сотворил. Помышляя, что услуги, оказанные ближнему, сам Господь всячески усвояет себя, он будет делать все с великим усердием, покажет милосердие всю щедрость, взирая не на убожество являющегося к нему человека, а на величие того, кто сделанное для убогих обещает усвоить себе самому. Не оставим же без внимания, прошу вас, этой пользы душ наших, этого врачества для язв наших. Это врачество окажет нам наиболее пользой. Оно так закроет раны души нашей, что не останется никакого следа, никакого знака их. В отношении к телесным ранам это невозможно, потому что хотя бы тысячи лекарств, оставленных врачами, приложил кто-либо в своей ране, непременно остается на теле рубец. И это так должно быть. По элику тут врачуется тело. Но здесь, когда врачуется душа, то всякий, если окажет собственное доброе расположение, испытывает большую перемену к лучшему. Все струпы исчезают, как прах от сильного ветра. Священное Писание преисполнено такими примерами. Так блаженный Павел из гонителя сделался апостолом. И тот, кто сперва разрушал церковь, потом стал ее невестоводителем. Видишь, какая решительная перемена. Видишь, какое необычное преобразование. Так и разбойник, совершивший бесчисленное убийство в одно мгновение, немногими словами очистил все свои грехи. Так что услышал от Господа. «Ныне же будешь со мною в раю». Так и мы, торбившись в персе свои и исповедавшие свои согрешения, ушел, снискал оправдание больше, чем фарисей. Каждый из этих людей показал себе доброе расположение души. Исповедовал прежние свои грехопадения. И таким образом получил прощение. Итак, будем трепетать слов его и со всяким страхом исполнять их. А слова его — это заповеди, данные нам от него. Зная, что ему угодно, что приятно, то и будем делать. И постараемся быть такими, оказывать послушание безмолвное, кротое, смирение, с великим благоговением и страхом исполняя все его заповеди, чтобы он, владыка всяческих, приняв доброе расположение наших намерений и, будучи доволен нашим послушанием, благоволил презреть на нас. Если он благоволит, сделать это, то приведет на состояние совершенной безопасности. Возрю, говорит он, то есть удостоен своего попечения. Простру руку, во всем помогу, в изобилии залью щедроты свои. Будем же, умоляю, делать все это, чтобы возрел владыка и на нас, чтобы могли мы и настоящую жизнь провести беспечально, и будущих благ достигнуть. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.